Еще раз доброе утро, в эфире по-прежнему Михаил Губин и Оксана Антоненко. Здравствуйте! Есть у нас телефоны прямого эфира 672 12 93 9, 672 13 93 9, звоните, присоединяйтесь, пишите в видеочате на портале Микс Ньюс ЛВ. Ну и также у нас есть гость, по традиции, как вы уже слышали, это Инга Спринге, журналистка латвийского телевидения, ведущая передачи «Один на один», наверное, так правильно переводится? Да, да. Здравствуйте! Здравствуйте! Да, и как упомянула только что, мой коллега знаменитая телеведущая, особенно на фоне последних событий, на фоне последних образцов вашей профессиональной деятельности, мы о вас узнали еще больше. По крайней мере, те, кто не знал о существовании такой передачи, теперь об этом точно знают. Как сами оцениваете произошедшее в эфире ЛТВ? Дело в том, что сейчас вот заголовки такие, я видал даже у нас в сайте, написано «Инги Спринге, Артур Кэмис, один-один», как будто у вас равный счет. А вот многие вот тут читатели считают, что там не один-один, а типа там два-ноль в вашу пользу и что-нибудь в таком духе. Я знаю, я сама не читаю все, что про меня говорят, а то я сойду с ума. Но я знаю, что, например, вчера русские меди написали, что вот я как бы проиграла, так что я думаю, что там есть очень многие мнения, и там половину-наполовину все так думают. У меня самой два как бы такие. Я буду у вас спрашивать некоторые слова, слова как-то на русском, потому что я просто... Говорить по-латышски мы, если мы какое-то слово забыли, мы переведем. Да, вот это у меня проблема, потому что у меня в самой как бы Дивис Адзенис, как это будет. Два сознания. Да? Ну, что я говорю. Два вивода. Да, два вивода, да, из этой программы. Во-первых, говоря про моего гостя, я, честно говоря, я разочаровалась, потому что когда я готовилась на эту передачу, я как-то думала, я ожидала больше от него. Я думала, что он как бы, как Артур Скаймич, как бы, ну, как персона, что он глубже, но оказалось, что нет. Я думала, если он бы не атакал меня, он бы, ну, он бы смог больше рассказать свое мнение и больше как бы объяснить, потому что у него была такая вот возможность. Но второе, я не думаю, что выиграла, не выиграла, мне не нравится, что нашу программу так воспринимают. Я хочу у меня, я думаю, как и у вас, я хочу, чтобы был интересный разговор и честный разговор, то, что он сам говорит, что он хочет, будем говорить по-честному. Но то, что мне, как бы, потом стало несколько жалко, что у нас есть собедрие общества, в обществе спрос про, ну, петстады же, тада в Вороне. На таких героев. Да, вот это меня очень удивило, что... Откуда вы знаете, откуда такой вывод, что у нас есть спрос на подобное поведение? Потому что, вот видите, вы знаете сейчас, что есть такая передача, а вы про это слышали. Ну, мы раньше знаем, что есть такая передача. Ну, сейчас, потому что многие люди так очень много говорят. У меня до сих пор, как бы, сами такой, но популярная передача была с Сандой Созловичем, когда он пришел и сказал, что он уходит из спорта. И вот такой шум, который есть сейчас, я не ожидала, что будет такое, я думаю, это и показывает. И почему есть такой вот резонанс? Потому что есть люди, которым он нравится, и они вот говорят, да, наконец-то есть кто-то, который, кто-то, кто говорит вещи так, как они есть. И тогда и просыпается другая страна, которая говорит, да вы что, это ведь не наше будущее, нам не надо вот таких людей, которые только умеют ругаться. Ну, по нашим меркам, он довольно скромно был, я посмотрел, вот, скажем, никто вообще не плескался соком, никого не душил, там не хватало. Может, в том же российском эфире, там же всякое было, там мы дрались во время интервью и прочее, вот, а по нашим меркам, все довольно скромно. Ну, там человек немножко себя попиарил, там, поперебивал у вас там. Ну, экстравагантное такое поведение. Да, экстравагантное. Да, у него, я думаю, для латвийской такой среды, вы знаете, мы не очень такие эмоциональные, я думаю, что у нас даже, мы отличаемся от русских менталитетов, латыши больше там поскромнее, мы там не будем там туфля и там, ну, не знаю, бить другого, да. И на этот фон Каймич был очень экстравагантный, да. И, конечно, он играл, он актер, конечно, он играл эту свою роль, что он такой хулиган. А как у вас происходило общение до начала эфира? То есть, это было такое же экстравагантное общение по телефону, когда договаривались, когда встречали? То есть, были ли какие-то признаки того, что сейчас будет, взорвется бомба? Ну, когда он вошел в студию с этими плакатами, я знала, что что-то такое будет, ну, по правде говоря, уже некоторый раз я не была готова на такое так. Я знала, что он будет упоминать моего мужа, потому что он про это очень много уже рассказывал в своих передачах и так дальше. Но я не думала, что он вот так, что у него тактика, чтобы себя показать, будет атаковать меня. Ну, хорошо, но в данном контексте считаете, что это ваш прорыв, это ваша заслуга, все-таки довольно большой резонанс получился у передачи? Или лучше бы этого все-таки не было? Нет, я не думаю, что это не надо было делать, потому что я знаю, что многие люди спрашивают, почему надо было его пригласить. И мой ответ, потому что он, потому что у нас в обществе есть много людей, которые так думают, так считают, и, может быть, и будут голосовать за него. И поэтому, да, и как и он сам сказал, что иногда, может быть, у нас есть такая лицемерия, мы там, у нас есть соберезная медиа, мы там приглашаем конкретных людей только. Но есть та часть общества, и он показывает. Я не знаю, надо ли часто так делать, но я в своей программе хочу показывать всяких людей, которые живут в нашем обществе. Поэтому я, например, Татьяну Жданок пригласила, потому что мне кажется, что иногда латвийские медиа, они не знают людей просто, потому что мы не очень, вы сами знаете, у нас очень различные среда. Информационное пространство. Да, вот иногда мне хочется из других таких посылок мира приглашать людей, которые, может быть, традиционно люди, которые смотрят латвийское телевидение, не знают. А вы изменили свое мнение о Татьяне Жданок после передачи? Нет, я уже знала про него, я знала, что она делает, потому что я работаю на другие проекты, «Пятницкая журналистка», я знала. Я после этих выборов в Европейский парламент, где я на телевидении работала, я увидела, как много латышей не знают про Татьяну Жданок. Да, она там где-то есть, что-то делает, но я хотела показать, что она делает, и что она думает, и как она думает. Но вы не стали о ней думать ни лучше, ни хуже после этого? Нет, я уже, у меня было уже свое мнение про нее. А если на пару слов вернуться к господину Каймишу, вы говорите, возможно, некоторым представителям нашего общества он нравится и за него будут голосовать. А вот как-то с точки зрения объективной журналистики, все-таки выборы скоро, а общество вроде как бы показывает одного конкретного человека. Я понимаю, что ваш формат не позволяет пригласить всех сразу одновременно, но так или иначе вы делаете со своей стороны определенный отбор определенных политиков от определенных партий. А вот как сами на это смотрите? Да, мы по этому очень много разговаривали, беседовали до этого, потому что мы знали, что будет вот такой вопрос, и мы сами, как латвийская телевидение, очень стынгри, как бы смотрим. Мы четко смотрим, чтобы все было, как бы, это незаконно, чтобы этика была там, все и так дальше. Но и потому, чтобы был баланс, у нас, у меня его коллега Гундерса Редерса на следующей неделе будет Ян Страуме. Так что у нас, как мы говорили, один новый кандидат, потому что мы говорим, что вот надо новых людей, и вот видите, там Кайминча, знакомые, есть некоторые среда, которые фануют про него. За него? За него. И тогда почти Ян Страуме, я думаю, который, вы знаете, который уже сейчас возвращается. И он у нас тоже был тут в студии неоднократно. Говорит совсем другое, что он говорил до этого, когда он был политикой. Вот тогда мы, как бы, это наша нода, венц-претвенц для выборов, и тогда у нас будет, как бы, и старый, и новый. Хорошо, а как вы выбираете политиков из конкретной партии? Я понимаю, что партии в данном случае разные, но если вы хотите пригласить кого-нибудь из, допустим, партии регионов, или кого-нибудь из партии Реджи, или партии Курсерста. Думайте, вообще не для сейчас подвига. Вот перед выборами, хотя бы перед выборами, вот как вы выбираете определенную фигуру? Почему, допустим, Страуму, почему не Шлессерс или не Калвитес? Потому что Шлессерс уже очень много, у него есть доступ к медиам, он его приглашает, и потому что Шлессерс будет приходить на наши дебаты, и потому что у нас будет, сейчас начнется маратон, на следующей неделе там 6, у нас будет эти премии в эфире и так дальше. Но Ян Страума, он так много не показывался, и поэтому мы будем сейчас, поэтому мы его выбрали. А бывает, что вот люди отказываются, вы их приглашаете? Конечно, конечно. Вроде такая честь. Например, Нилс Ушаковс. И знаете, сейчас уже новый такой появился, новый вид, как отказать. Ушаковс очень умный, он не говорит, нет, я не приду, он говорит, Я не говорю, нет, но не сейчас. И так он уже мне говорит прошлого года, я уже начала его приглашать, не знаю, там, в январе, и так он каждый месяц мне, знаешь, Инга, он мне на ты, ну, он всех на ты там говорит, там все, знаешь, Инга, я приду, но не сейчас, это сейчас не время, ну и вот сейчас мы ждем. Вас это обижает? Ну, почему обижает? Мне просто жалко, потому что я не хочу приглашать людей просто потому, чтобы вот некоторых там приглашать. Я хочу, чтобы мне самой тоже было интересно, вот я там очень готовлюсь, и чтобы так было. Ну, да, ну, мне жалко просто, не обижает, не знаю. А как сами оцениваете, насколько субъективна ваша передача? Вот формат интервью один на один, все-таки наверняка многое зависит от того, какие именно вопросы выберет ведущий, как он их будет задавать, с какой интонацией, опять же, с каким контекстом, вот насколько ваши передачи субъективны? Ну, насколько и ваши передачи, как у каждого журналиста. То, что я говорю, и я и всем своим гостям, потому что они приходят ко мне, я вижу уже, что они готовы бороться. Я говорю, я не хочу вас атакать, но я не буду, я не хочу, потому что, я знаю, если мы начинаем борьбу или ругаться, нет больше такого хорошего сатура, содержания, да, у меня нет такой. Но они начинают, очень многие гости, они начинают атаковать меня, и тогда, ну что, я могу или делать то же самое, или защищаться, тогда, ну, я выбираю делать то же самое. Ну, были довольно жесткие, я помню, Татьяна Жданок, или вот посла России, господина Вишнякова, он так, хотя вот он выражал официальную позицию, что он на мужском, он же явно, ну, выражал официальную позицию со стороны, но все равно там такие были довольно... Ну, когда к вам приходят гости и говорят официальную позицию, вы тоже стараетесь получить всего-нибудь больше, чем официальную позицию, вы делаете то же самое, так что я там не вижу отличий. А вы иногда сочувствуете своим гостям? Да, конечно, конечно, может быть, иногда и проблема, что я там два недели там читаю, что они говорили, смотрела видеоматериал, они мне начинают нравиться, потому что я уже такое, у меня чувство, что я живу с ним вместе, я там разговариваю там несколько дней до этого уже, конечно, потому что есть такая симпатия, и вот, потому я говорю, что я разочаровалась с Вартуса Камиш, потому что мне показалось, что он, ну, не может сказать, что умнее, что там больше смысла то, что он делает, но он пришел, и я увидела, что... Ну, я не увидела в интервью, что там больше смысла. Сейчас время прерваться на новости и рекламу, вернемся буквально через несколько минут. И снова доброе утро, в эфире «Утро на Болткоме», в студии Михаил Губин и Оксана Антоненко. Здравствуйте еще раз. И телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните, присоединяйтесь к нашей беседе, пишите нам в видеочате на портале MixNewsLV. А я напомню, что в гостях у нас Инга Спринге, журналистка латвийского телевидения, в том числе и латвийского телевидения, ведущая передачи «Один на один». Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. И мы в эфире, точнее, за эфиром затронули тему латвийского телевидения в общем и целом. В общем, много ходило слухов и домыслов, каких-то комментариев, по крайней мере, в русскоязычном общественном пространстве о том, как вот латвийское телевидение не дает высказываться о той стороне, которая ей не нравится. Ну, к примеру, оппозиционных депутатов, тому же Центру Согласия, тем же так называемым или действительно представителем нацменьшинств и русскоязычной общины. Вот вы это каким-то образом на себе почувствовали? Что я не могу приглашать? Да, что какое-то не такое отношение. Нет, нет, я никогда не прочувствовала какой-то цензур, что-нибудь такое. Я почувствовала, что у нас, например, проблемы, например, даже вчера у нас была дискуссия про политические программы, которые политики обещают, что они будут делать на следующие 4 года. Да, у нас как бы очень трудно, мы сказали, что мы хотели в этой передаче и русскоговорящего эксперта, но не политика. И у нас были очень большие проблемы, потому что если у вас есть как ауторитаты, например, в экономике или как, они не говорят хорошо по-латышке, у нас очень трудно найти вот таких экспертов. То же самое, что я прихожу к вам, и я не чувствую очень легко, да, ну хорошо говорить по-русски, да. Ну, окей, ответ на ваш вопрос нет, я не чувствую такое. А как относитесь к тому, что иногда, к примеру, вот накануне так называемого языкового референдума, тот же ЛТВ показывал ролики «Как надо голосовать». Были, снимались документальные, не знаю, фильмы, не фильмы или расширенные сюжеты о том, вот что это за референдум и, опять же, как надо голосовать. Вот это насколько нормально для общественного телевидения? Я не видела такие ролики. Точно были такие ролики, что там рассказывали? Рассказывали, во-первых, был ролик латвийского агентства латышского языка о том, значит, как надо подписываться, и было несколько таких, то ли расширенных сюжетов, опять же, не знаю, как-то по жанру, вот о том, что это такое, и с определенным, соответственно, по текстам, с определенными экспертами, вот в таком духе. Нет, я не удивлена, что если есть такие ролики, потому что это государственные, даже не потому что государственные, потому что мы живем в Латвии, потому что есть конкретные узкоты, и вы видите, как и что, взгляды, что сейчас происходит и в Сайме, когда мы говорили про преамбулу. Так что я понимаю, почему так делает государственное телевидение. А у нас все-таки телевидение государственное или общественное? Потому что по закону оно вроде как общественное. Я думаю общественное, я не думаю государственное, да, да, да. Не в ВАЛС-телевизии, с обедриска телевизии, да. Я думала с обедриска телевизии. Опять же, много говорят о том, что вот общественное телевидение не может полноценно ругать или критиковать, хорошо, критиковать хотя бы правящих политиков, потому что от правящих политиков зависит бюджет того же телевидения. А вы видели, как много у нас, например, там программ де-факто, или то же самое, как мы разговариваем с своими гостями, которые приходят на один-один. Я не скажу, что мы там очень мягкие или как-то, как бы, обходимся. Да, мягкие с ним. То же самое, что мне и Кайминч упрекал, что вот почему надо ругать политиков, я такая мягкая с ним. Ну, посмотрите наши, посмотрите наши правители. Нет, я там не согласна. Мы то же самое критикуем латышкие политики. Почему нет так много русских, потому что я сказала, что... И то же самое, что у вас в русских мидиях, когда я спрашивала, например, у ПБК, почему у вас все время приходят Ламбергс и Ушаковс, и нет, и другие, так многие русские политики мне ответили. А потому что мы знаем, если будет Ушаковс и Ламбергс, два человека, которые... Тогда будет большой рейтинг. И мы то же самое, когда надо русское представительство на наши передачи, мы приглашаем люди, которые знаменитые и для латышских зрителей просто. И то же самое, почему я хочу пригласить Ушакова. Ну, например, когда был этот весь конфликт с Украином начался, я хотела пригласить кого-нибудь из Сосканиц-центра, потому что я точно хотела показать, как они думают, почему объяснить. Я звонила Ушакову, я звонила Урбановичу, я позвонила Плинерсу, Цветкову, пять или шесть депутатов, они все отказались. Так что, когда я хочу, они не приходят. Так что не можно сказать, что мы осознательно с ними не разговариваем. Почему еще они не появляются так много? Потому что они в оппозиции. Конечно, как журналист, ты идешь и спрашиваешь за какие-то решения у тех, которые его властят. И так получается, что те, которые есть, теми мы не спрашиваем. Не так давно в публичной пространстве появился антитоп политиков, то есть те политики, которых журналисты не очень любят. Вот у вас есть свой личный антитоп? Я не имею в виду, может быть, по политическим взглядам, но по профессиональным. Кто больше идет на общение, кто там меньше идет на общение? Я так никогда не думала, что политик, который мне не нравится, то, что мне не нравится, мне не нравится очень аррогантно. Я вижу, когда люди приходят, например, на передачу, и они вот это отношение, что ты не понимаешь. Високомерие? Да, когда с тобой обходятся как с идиотом. Ты точно чувствуешь, что ты глупый журналист, не понимаешь, ну ладно, я тебе объясню. Вот это самый характер, что мне очень нравится. А так у меня нет, что мы там антиполитик. У меня было антитоп сапиар людей, политиков, или там государственные институты, но политиков как бы нет. Вот у нас такая проблема, мы бы рады многих приглашать и политиков, особенно с национального объединения, или там деятелей искусства, но, к сожалению, они не приходят, потому что они не говорят по-русски или принципиально, или просто они, ну или просто вот так сложилось, что они не знают, и не только политика, но и в частности деятели искусства тоже. Вот, к сожалению, мы даже один раз организовали перевод в прямом эфире Райвиса Зинтераса, было дело. А вот у вас может быть такая проблема, что у вас человек интересный, хотите его позвать, а вот он не говорит по-латышке, и поэтому вы его не зовете? Или вы все равно перевод обеспечиваете? Знаете, зависит от личности. Например, Вешников, когда мы делали перевод, если это был бы, может быть, не такой большой, как бы, политическая фигура, тогда, конечно, это может быть проблема, и я не приглашу, потому что, ну, трудно общаться, и не хочу. И люди то же самое, если они, например, с культурой, которые, там, русские не говорят хорошо на латышкам, они сами не хотят прийти, потому что они сами чувствуют себя неловко, что сейчас надо их перевести на латышкам. А есть ли люди среди, может быть, политиков или общественных деятелей, которых вы не зовете принципиально? То есть, вот для вас это, ну, совсем маргинальный человек, и даже если он согласен говорить по-латышски, прийти, вот не сядете вы с ним в одну... Ну, если человек только просто хочет прийти и говорить болтовню, да, я не буду приглашать. Ну, вот, допустим, такие персоны, как тот же господин Линдерман или господин Гирс, вы бы их приглашали? Они, кстати, у вас бывали, не бывали? Нет, не бывали. Да и когда была вся Украина, я очень много думала. Вот я хочу приглашать без обид, да, просто вот русского, чтобы пришел и рассказал, как с трой стороны это все выглядит. Мне очень трудно, я не могу вот... Я не приглашаю Линдермана или Гирса. Линдерман, потому что я не думаю, что он, как бы, очень много чего может влиять сейчас в этой ситуации. Я думаю, что у него есть семя, но что он там влияет, я не вижу это. А Гирс мне считает, кажется, уже, как бы, очень... Я сейчас обижу, вот маргиналным, как вы назвали. Я не вижу, что там будет конструктивный разговор. Почему его тогда приглашать? Давайте, примем звонок, надевайте наушники. Доброе утро. Доброе утро. Ну, у нас, так говорится, на нашу выборы вот такой вопрос. У меня, скажем так, есть один друг детства, Латвич, да? То есть мы с ним можем, как говорится, на любые темы разговаривать. Вот, и его принципиальная политика такая, что он говорит, что за эти годы независимости он ни разу принципиально не ходил на выборы. Вот, я говорю, а почему? Он говорит, потому что за кого бы я не голосовал, ничего не изменится. Но, вот вчера у него была такая фраза, хотя, говорит, нет. Если я проголосую за Центр Согласия, то изменится очень много. И я удивленно говорю, а что же изменится? Он сказал, мы через месяц вступим в состав России. Вот неужели, как бы, среди латышской части населения вот есть вера вот в это, что придет Центр Согласия и тут же придет Российский, ну, Россия сюда нагрянет? Спасибо. Вопрос, думают ли так латыши? Действительно ли они так думают? Да, мы боимся. Мы точно боимся от российской агрессии, потому что у нас есть первый опыт, что так случилось, и поэтому латыши очень боятся из-за этого. Ну, хорошо, а как вы сами лично оцениваете, этот страх основан на каких-то реальных угрозах или все-таки это чисто субъективное? Я думаю, обе. Я вижу и реальных, и вот таких эмоциональных. Входите в сторону, посмотрите эту выставку, и вы почувствуете то, что, я не знаю, как вы почувствовали, но вы почувствуете, как чувствуют многие латыши. Ну, кстати, многие русские тоже в те времена жили на территории Латвии, будучи при этом русскими и разговаривая на русском языке. На ваш взгляд, откуда у нас берутся, откуда у нас взялись вот эти вот два разных информационных пространства? Это журналисты, это политики, которые создают разные повестки дня, или это, может быть, действительно какие-то страхи и фобии общества? Может быть, общество является заказчиком вот именно такой повестки дня, именно такой постановки вопросов? То есть, что изначально было причиной? Я думаю, что, сейчас, может быть, не очень популярный вывод, скажу, но я думаю, что там есть и вина латыши, почему есть вот такая ситуация сейчас, потому что, может быть, и мы били очень вот это все, русские сейчас у нас независимость, и все, русские, уходите, вы там только оккупанты и все такое. Я думаю, что надо было, насколько я сейчас прочитал, я, конечно, был очень молодой тогда, когда мы получили независимость, что я думаю, что есть где-то и проблема отношений латышей. И я не согласна, я думаю, что иногда мы очень-очень национальны, и мы из-за этого заудаем, проигрываем, да? Теряем. Теряем, не проигрываем, да. Теряем, если бы мы, у нас было бы другое отношение. Для вас были удивительные результаты правительственного опроса, вот заказанного госпожей Страемы о том, что, показавшие, что 65% не латышей считают себя патриотами Латвии. Вас это удивило? И такие результаты? Нет, меня не удивило, я думала, что, я не думаю, вот то, что я не думаю, что все русские, которые живут в Латвии, сейчас ждут, когда придет Россия. Я так не думала. Но мне было интересно узнать, вот какие эти пропорции, потому что русские, которые живут в Латвии, тоже не одна масса, да, там тоже люди отличаются. Да, мне не, ну, нет, не удивило. Давайте еще звонок примем, надевайте наушники. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Вот мне кажется, что ваша гостья немножко ошибается, когда она говорит такие слова. Мы, латыши, боимся, что придут русские. Я думаю, что меньшинство латышей боятся, что придут русские. А вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, а не кажется ли вам, что руководство правительства ничего не делает для того, чтобы, ну, грубо скажем, русские, не пришли? Вот смотрите, сколько раз за 23 года министр обороны Латвии встречался с министром обороны России? Сколько раз премьер-министр Латвии встречался с премьер-министром России? И президент сколько раз встречался? И о чем они на этих встречах говорили? Может быть, поэтому такие мысли появляются у латышского населения, что Россия напасть хочет там воевать или чего-то? Не хочет ничего. Хочет мирно жить так же, как и латыши с русскими. Все хотят мира, никто не хочет. Спасибо. Может быть, можете объяснить, откуда вот это ожидание или этот страх о том, что действительно Россия может напасть, проявить агрессию или как-то попытаться влиять? Откуда? Посмотрите на Украину. Вот и оттуда. Да, на Латвию. Латвия – это не совсем Украина, это все-таки страна НАТО. Ну, будем ждать, когда что-то это все и происходит, будет в Латвии. Так вот, значит, такое впечатление, что расширение русскоязычного вещания на государственном, на общественном телевидении, в частности, на ЛТВ-7, оно, по-вашему, произошло и то, что это событие в Украине, на Украине. Решили, вот увидели, что происходит на Украине и решили срочно расширить вещание на русском языке для русскоязычных жителей Латвии. Ну, конечно, это ведь не секрет, что это есть логичные вивы. Ну, что сейчас больше денег дается для русского содержания, чтобы делать там больше передач, потому что все, что мы видели, что происходило в Украине, конечно, это связано. Получается, смотрите, вот возник вопрос об такой провокационной, об автономии Латгалии. Тут же бросили деньги, силы все на Латгалию, туда стали ехать десанты, политиков, деятели искусств. Поднялось, значит, что-то на Украине, там, связанное с русским языком. Тут же стали, значит, вкладывать деньги в русскоязычное вещание на государственном телевидении. Что ж, получается, вот так не было бы счастья, да не счастье помогло, есть такая пословица. Знаете, есть нотикумс, как это? События. Есть события, мы реагируем на это. Ну, это логично просто. На ваш взгляд, должен ли кто-то контролировать, не знаю, мониторить информационное пространство? Вот вспомним случай, когда прекращалось вещание одного российского телеканала, также есть у Первого Балтийского канала некоторые проблемы с советом по радиотелевидению. На ваш взгляд, кто должен заниматься содержанием? Ну, нам не надо цензуру в Латвии, да. Это, я думаю, что мы не Россия, у нас это не нужно. Но про этот, когда закрыли на три месяца русский канал этот, конечно, но это не было, потому что сейчас латыши подумали, или политики, которые приняли вот это решение, что сейчас русские больше не будут смотреть эти каналы. Мы знаем это наивно, потому что есть кабельный телевидение, интернет, где можно все это найти. Но это был больше как, как такой, ну, знак или зимы, майенс. На мюк? На мюк, да, что мы, ну, мы не сидим просто, не думаем, ну, просто пусть все происходит. Это было как, ну, так, бриденамс, может быть. Ну, бриденамс – это большое слово. Но я согласна, что это… Я одобряю то, что государство делало тогда, что закрыли на три месяца. Но стоит все-таки, на ваш взгляд, государство должно как-то мониторить содержание, не знаю, русскоязычных, латышских, каких угодно СМИ? Нет, не должны. Так вы же себе противоречите, получается? Нет, есть, потому что в этой ситуации я считаю, что, конечно, потому что латыши, когда закрыли, ну, латыши, я не хочу говорить, когда закрыли три канала, да, канал, конечно, они не думали, что вот сейчас Россия будет изменять статус содержания этого канала. Конечно, они, ну, не так наивны, но это был больше как такой жест. То есть показать свое отношение. То есть показать свое отношение. Да, пора, да, ты объясняй, как медиа, ты так мать Сатур, и при этом скрепи, но это с Сатурной майны. Сказать отношения, а не влиять на содержание скорее. Хорошо, но дальше что, на ваш взгляд, стоит делать? Потому что, мы знаем, Министерство культуры пытается создавать какой-то департамент, который будет заниматься вот этой информационной политикой или… Департамент медийной политики, да. Да, да, да. Или чем-то еще вот должен кто-то этим заниматься и каким образом? Что значит заниматься информационной политикой, к примеру? Вот газета «Латвия Савица» и ее шеф Крустинч постоянно говорят, что нужно больше идеологический контроль, идеологический надзор, должна быть всюду идеология, даже чуть ли не возвращаться к закону о печати Унманиса Берзинша Альфреда. Вот в этом смысле, может быть, какие-нибудь шаги? Я очень против этого. Как я сказала, я не думаю, что нам нужна цензура. Но это такой департамент, который сейчас будет министром… Медийной политики, да. Да, но я понимаю, что у этого, как бы, главная задача будет, как бы, регулировать, ну, чтобы все было законно, я думала, ну… То есть заниматься юридической стороной? Да, больше, потому что, например, у нас, видите, у нас есть медиа, которые большие, но они не считаются медией, потому что там нет на них ни… Ах, вот сейчас я прошу не могу на русском. Ну, например, у нас есть у нас есть медиа, как, например, Делфи, они не считаются как медиа. Лидц за то, что они оттечены конкретно. Ликумно, что они не оттечены, например, как сиропрежо, или контроли медиа. То есть они не попадают под действием определенных законов, которые, в принципе, у нас контролируют сми, как радио или телевидение. Да, вот я считаю, поэтому нам хорошо, что есть такой культурный департамент, который это делает. Но содержание нет. Я думаю, что мы латишки журналисты тоже будем не латышки, но мы, журналисты в Латвии, будем первыми из ассоциаций, где мы тоже там все как бы вместе работаем, мы будем кричать тогда, если мы увидим, что там есть какой-то медиа, попытка, попытка вот влиять на содержание. А то, что делало те дела, которые начинал совет вот нашей не первобалтийского канала, это не является попыткой повлиять на содержание? Я не могу ответить на то, что мне надо думать тогда на русском. Ну просто тогда у меня следующий вопрос возникает, почему уже никто не кричал из латышких журналистов, когда вот эти дела, собственно, заводились. Потому что, может быть, это является попыткой повлиять на содержание, может быть, вы как-то по-другому это интерпретируете. Но там они делали, ведь они делали, если какие-то там, ну, это не факты, неправильные факты. Я просто не чувствую, сейчас себе очень комфортно, удобно про это говорить, потому что я не проследовала, как это все закончилось просто. Я не хочу говорить просто вот так, а не закрыли, не закрыли. Я хочу увидеть конкретные факты, нашли там что-нибудь, не нашли, как это все закончилось. Потому что я знаю, что это очень такая, ну, тема вот ютиг, да? Чувствительная тема. Чувствительная тема, потому я не хочу вот просто так бла-бла-бла говорить. Ну тогда, извините, у меня следующий вопрос возникает. Как же латышские журналисты могут кричать о попытках повлиять на содержание СМИ, если вы не всегда в курсе о том, что происходит и в русских СМИ, и что происходит, собственно, в Совете, вот как это может быть? Ну я понимаю, ведь там это мне сделали, они ведь посмотрели, ну, не ПОПС, что они сделали. Они заказали, чтобы делали мониторинг у русских, ну, на ПБК, в этом конкретном ситуации. Я не знаю, как это закончилось. Вы знаете? Дела какие-то начинались, вроде как бы какие-то штрафы возили. Я знаю, что были оштрафованы и тоже ПБК и прочее за какие-то программы и все, мне кажется. За какие программы? Знаете? За программы, там были какие-то фильмы показаны, в которых потом даже про события в Литве или тоже чек и закон, что с точки зрения официальной идеологии нас же неправильно отражали события. И, по-моему, просто были выплачены штрафы, насколько я в курсе. А какие факты там они рассказывали, вы знаете? Про Литву? Да. Ну, то же, про что говорил господин Полескис, что на самом деле, и в самой Литве это обсуждается, и тоже, кстати, преследуется такое мнение, что стреляли не с той стороны. С какой вот официальной точки зрения стреляли? Да. И вы считаете, что это хорошо, что вот так, ну, там надо так разговаривать и сказать? Мы допускаем мысли, что если есть противоположные точки зрения, которые, возможно, не соответствуют официальной позиции, то они имеют право быть озвучены. Я считаю, что аргументы господина Полескиса, непоследничека в Литве, довольно убедительные, на мой взгляд. Тем более, со своей стороны, кажется, ПБК не говорил, кто в данной дискуссии прав и на чью сторону стоит вставать. Так что вы считаете, что тогда в Вильнюсе в 19-х годах стреляли самые летовые и не русские ОМОН, как официальная идеология считает? Я считаю, что как раз вот та самая третья сила таинственная, которая была и у нас на Пастионной Горьке, вот она. А кто вот это такие? В этом надо разбираться, и вряд ли это получится. Лично я считаю, что есть несколько вариантов развития событий. У каждого свой. Может быть, кто-то чего-то не знает. Может быть, кто-то хочет какие-то факты передернуть. Но если соответствующие позиции есть, то наверняка они достойны того, чтобы быть освященными. Так же, как и вы приглашаете, видимо, не только, допустим, господина Домбровского, но и господу Жданок. Потому что несколько иное видение событий. Угу. Нет. Ну, там опять я согласна с тем, что сделали литийские власти. Что они сделали этот штраф. И Полецкес был судебный процесс. Потому что есть отличия, где, увы, показываем различные факты или мнения, и где начинается висит ляутыиба или пропаганда. Все дозволят. Да. Я считаю, что в этой ситуации уже начинаются точно всякие глупости и висит ляутыиба. А где границы между всей дозволенностью и свободой слова для вас лично? Я, как журналист, я всегда работаю с фактами. Есть ли доказательства, есть ли факты, и ты показываешь факты, как и все будет. Если мы посмотрим каналы русских телевидений, например, про то же самое у Литвы, что они там рассказывают, что Грибауска – это лесбиянка, у них там есть оргии. Это показывается на самые большие русские телеканалы. Я думаю, вот это все начинать вот тут и показывать, там уже больше не факты, там уже ложь. Ну это желтая пресса какая-то, безусловно. Да, но это и показывается на самые большие русские каналы. И тогда, я думаю, это есть время, когда можно и власти Яуктес и сказать, нет, хватит. Есть и такое лим, рубежа, где мы это не позволяем. Граница. Граница, да. Я думаю, что время нашей передачи, к сожалению, потому что в конце пора заканчивать. У нас перерыв на новости и рекламу. В гостях напомню, у нас была Инга Спринге, журналистка, ведущая латвийского телевидения, в частности, передача «Один на один». Спасибо, что пришли. Спасибо.